Как говорится, ребят, добро пожаловать на этап в Сингапур, которого в первом сезоне за Маклару у нас не было, поскольку банальный я не записывал, ну и банальный этап вышел крайне-крайне плохо, поскольку у меня случались крэши в самой гонке, и соответственно я очень далеко откатывался и по итогу откатился так, что смог финишировать только на предпоследнем месте. Ладно, постараемся в этот раз не упасть лицом в грязь, но второй сегмент я вылетаю, поскольку хотел пройти на медиуме в третий сегмент. Почему я это хотел сделать? Если бы я прошел на софте в третий сегмент, мне пришлось бы на нем стартовать соответственно, а соответственно провести целых два питстопа. В теории, да, темпа у нас может хватить на эти два питстопа, но зачем делать один лишний питстоп, когда можно попытаться пройти на медиуме, и соответственно начать гонку с медиума, и потом перейти на хард. Если мне память не изменяет, в 18-й формуле в Сингапуре был тип резины ультра софт, гипер софт и софт обычный, то есть гипер, ультра и обычный софт. Соответственно, если стартовать на ультра софте, и потом переходить на софте, можно будет спокойно гонку завершить на одном питстопе. По стартовой решетке, как обычно, Мерстес и Феррари делят первые два ряда, на пятом идет Гасли, потом Сайенс, седьмым Квятнам смог квалифицироваться, восьмым Ника Кюлькенберда, девятым Чека Перис, и десятый я уже стартую, поскольку у нас Ферстаппин взял штрафы. Для него, как по мне, это большая ошибка, поскольку стартовать он будет софта и во второй десятке, что крайне печально. Для Квята, в принципе, для него могло все закончиться еще в первом сегменте, но в третий сегмент он умудрился выйти аж с полпозишена. Но, к сожалению, не так как я вылетел в втором сегменте, у нас квалификация третьего сегмента симулируется, и так как это не полностью прокачанная Тора Росса, то игра говорит такая, не-не-не-не-не, ты, Квятн, не будешь стартовать с первого ряда точно, там будут только Мерстес и Феррари. Ну, может быть, Рэдбул, но это если повезет. Ладно, у нас уже произошел старт гонки, где я пытался, конечно, кого-то атаковать, но решил все-таки не агрессивировать прям в первом повороте, не терять перенятие крыла, как у меня это было в прошлом году. И, соответственно, более-менее так с его пройти и потом уже найти место для атаки на Рикьярда, поскольку он потеряет позицию по отношению к Пересу, и уже потом не надо будет догонять Переса и Сайенса, а также Квята с Феттелем, ну и, соответственно, с Мерседесами. В принципе, по моей стратегии, скорее всего, я смогу выиграть гонку, поскольку, опять же, у лидеров будет два пидстопа. Тут самое главное то, что у меня будет в один момент преимущество по резине, а именно, когда у них начнет уже уходить софт конкретно, мой медиум будет работать очень даже хорошо. Соответственно, я начну потихоньку отыгрывать, плюс также у лидеров будет ранний пидстоп, а что это значит? То, что они выйдут в основном трафике и, соответственно, в нем еще и застрянут. С Рикярдо у меня получился, конечно, веселый момент, то, что я хотел еще Переса обойти, но понимал, что не успею. Также еще Рикярдо справа пытался пролезть, чуть не уехал, правда, в отбойник, но, слава богу, все обошлось. Но по итогу я завяз в борьбе с Рикярдо, позади еще Магнусу пытался меня атаковать. Да, я только сейчас заметил то, что это Хилкенберг оказывается, ладно, Хилкенберг, с ним я смог разобраться на более позднем торможении и, соответственно, спокойно от него начал уезжать. Уезжать так, что догнал все-таки Переса и Саенса, которые боролись между собой. Решил вклиниться в их борьбу. На старт-финишный прямой за счет Слипстрим и Дресс обхожу Переса, но тут же у меня получается еще обойти Саенса. Изначально я не планировал обходить его, но, к сожалению, так получилось, что я его смог обойти, но, опять же, я прошел его и при этом повредил ему переднее антикрыло, что как бы плохо. Потом Склята у меня выдалась, борьба, пытался его опередить, да, советовал, конечно же, не особо не сильно это, конечно, помогло, но все же мне было как можно быстрее его опередить, чтобы не терять за ним время и чтобы Федор не успел от меня отъехать. Поэтому на седьмом кругу я более-менее успел его еще догнать, поскольку софт уже у лидеров потихоньку превращался в полное Г, мой же медиум еще был нормальный и мог спокойно ехать. Соответственно, скорости у меня порой было больше, и плюс на выходе я мог спокойно бороться с лидерами. С Фетолем получилась достаточно интересная и смешная ситуация, а именно то, что он как-то ошибся с точкой торможения, я не знаю, он просто улетел. При этом у меня не заблокировалось колесо, он просто пролетел в точку торможения, из-за чего я он спокойно прошел в начале третьего сектора, хотя в третьем секторе достаточно сложно атаковать, поскольку здесь идут узкие улочки, из-за чего ехать вдвоем достаточно сложно. А если я считаю, что я быстрее в Фетоле ехал, то мне пришлось бы за ним просто плестись до старт-финишной прямой, даже точнее до того момента, пока он не поедет на свой пит-стоп. Что он как раз и делает, что и делают остальные гонщики. И после этого я в какое-то время также заезжаю на пит-стоп, ставлю свой хард и еду уже до конца. Выезжаю, правда, я позади Гасли, ну и соответственно через какое-то время у меня начнется с ним борьба. Но не просто борьба, у нас еще и Рикьярда тут был, который тоже после своего пит-стопа, и по итогу бок о бок они шли, но все-таки Рикьярда смог открывать позицию по отношению к Гасли, ну и потом мне надо было его где-то пройти. Шел я быстрее, чем Рикьярд, и решил я его атаковать в шпильке, чутка поздним торможением, все-таки я его прохожу, но опять же задеваю его, но благо ничего не ломаю. Чуть позже уже начинает догонять потихоньку тройку лидеров, сначала Ботаса, потом впереди был Феттель и Хэмилтон, которые там не особо активно пытались друг друга атаковать, и также они шли на медиуме, что меня в принципе смутило сразу, то что Ботас почему-то шел на харде. Ладно, допустим то, что он в практике использовал все свои медиумы, так что окей, но по сути он должен ехать до конца, но почему-то Ботас решил свернуть на пит-стоп, хотя к примеру, Гасли и Квят, которые едут уже позади меня, ну в 5 секундах, они ехали до конца гонки на одном пит-стопе, с софта они пришли на хард, и почему-то смогли доехать. Причем Квят смог доехать, хотя у нас шасси вообще никак не прокачано, самое худшее шасси в Пилотоне, но даже он умудрился проехать на харде около 24 кругов, что не смогли сделать лидеры на мерседесах, на феррари, которые имеют более прокаченные шасси, я не удивился, что это сделал Гасли, хотя почему-то у Ферстаппина была другая стратегия, тоже в 2 пит-стопа через 2 медиума, хотя Гасли смог доехать на харде, почему Ферстаппин не смог бы доехать на харде. Ну опять же предположение, что у Ферстаппина не оставалось нового харда, поэтому не было возможности его поставить, хотя вот, конечно, Вальтери уехал на харде, но почему-то потом решил перейти на медиум. Ну, конечно, дело мерседеса, это их стратегия, а соответственно и их проблемы. Подиум у нас вышел достаточно интересно, на первом месте я, на втором Гасли, а на третьем все-таки смог приехать Квят. Льюис был достаточно близок к Квяту, но опередить его так и не смог, все-таки наш Рэдбул может сражаться спокойно, даже в руках Квята против мерседесов. Значит, в будущем, может быть, еще до конца этого сезона мы все-таки сможем сделать дубль. Конечно, я думал то, что Квят сможет обойти Гасли, но, к сожалению, там он был все время близко к нему, но потом под конец Льюис уже подъехал, и из-за этого он не смог атаковать Гасли, плюс еще и встал от него, но благо он сохранил свою третью позицию. В личном зачете я продвигаюсь на четвертое место, и в теории я могу еще выиграть чемпионский титул, но при условии том, что я выиграю все гонки, Льюис в двух или трех даже сойдет, либо не получит никаких очков. Соответственно, задача, ну, стоит достаточно сложная, но 100 очков, в принципе, можно все-таки отыграть. Также, да, главный мой соперник Льюис, по поводу регламента у нас изменится регламент в плане шасси, что для нас очень хорошо, значит, надо будет адаптировать все данные модификации аэродинамики, и также нам хватает ресурсов, чтобы заказать самые два последних обновления в аэродинамике. На этом, ребят, все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, пока-пока, и удачи вам.